Десятки наград в отраслевых диджитал-конкурсах, высокие строчки рейтингов, занимаемые на протяжении многих лет. География заказов, простирающаяся далеко за пределы России. Шесть офисов в пяти городах. А начиналось все куда более скромно. В 2001 году второкурсник факультета информационных систем и технологий Ульямского политеха Саша Щербина решил открыть собственную компанию в сфере тогда еще мало кому понятных IT. Это сейчас без интернета и высоких технологий представить себе жизнь просто невозможно. А тогда Александру и его коллегам-однокурсникам приходилось не только заниматься IT-творчеством, но еще и нести знания в массы. Первые клиенты говорят, что интернет не существует на самом деле. Чего тут рассказывать? Его нет. Он только в Америке, если в России нет интернета. Я там покупал модем, прикручивал компьютер и показывал интернет через браузер. Ликбез не прошел даром. Уже довольно скоро молодая компания стала известным игроком на зарождающемся рынке отечественных интернет-технологий. Спустя 20 лет в ней уже трудится более 300 сотрудников. Она переросла в большой холдинг с офисами в Ульяновске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве и Лондоне. Группа компаний представляет из себя несколько достаточно крупных организаций, которые работают в сфере IT. Есть компания IT, которая является полносервисным диджитал-агентством. Есть компания The Brains, которая является софтверной компанией, делает мобильную разработку и различные сложные технические решения. Есть компания Vizel, которая разрабатывает развлекательный мобильный проект на российский, на западный рынок. Есть Bitroot, компания, которая занимается управлением IT, инфраструктурой и безопасностью. Есть еще какие-то стартапы, кто большего размера, кто совсем в зачатке. Мы с вами в гостях компании iTech. Изначально она была веб-студией и называлась интернет-технологией. За 20 лет студия выросла в диджитал-агентство полного цикла. Сегодня компания сфокусирована на оцифровке продаж и маркетинга крупных брендов. Это сложные, в большинстве случаев, персонализированные решения. Они позволяют делать бизнес в разы быстрее и эффективнее. Средства на автоматизацию нужны большие, но они быстро окупаются и обеспечивают серьезные конкурентные преимущества. Текущая ситуация, цифровизация бизнеса, цифровизация маркетинга и продаж, она развивается настолько стремительно и настолько зачастую непонятно для самого бизнеса, который к этому не готов часто, который к этому не привык. И у бизнеса сейчас возникают вопросы не столько конкретные. «Сделайте мне рекламную кампанию» или «Разработайте мне сайт». У него возникают вопросы, а как вообще жить в этих новых реалиях. Вот такого рода задачи приходится ежедневно решать команде iTech. Технически это выглядит так. Специалисты подробно обсуждают с клиентом его цели и задачи, анализируют бизнес-процессы, тщательно изучают рынок. Чтобы найти эффективное решение, нужно четко представлять себе сильные стороны заказчика и возможные точки роста. На основе проведенного анализа команда iTech подбирает эти решения с учетом специфики именно этой компании. Сценарий в дальнейшей работе может быть несколько. У нас есть несколько типов проектов на самом деле. Это проекты с фиксированным бюджетом, проекты, так скажем, смешанного подхода, когда у нас есть итерационные движения от старта до финиша. Есть несколько этапов, которые включают в себя различные необходимые для комплексной реализации проекта задачи. И есть подход, так называемый Agile Scrum, где все у нас достаточно свободно. Есть определенные критерии методологии, где есть спринты, короткие итерации, так же, как может быть и в смешанной схеме, но нет абсолютно никаких границ бюджета, нет, соответственно, никаких границ, связанных с ТЗ. Это команда вместе с нашим заказчиком в творческом, так скажем, потоке формирует цели и задачи на каждый следующий вот этот вот короткий спринт. И в ходе реализации, соответственно, добивается всех целей, поставленных, соответственно, в процессе реализации. Для человека стороннего последний подход может показаться несколько странным. Нет четкого бюджета, нет жесткого регламента, важные решения принимаются буквально на ходу. Но на самом деле такой подход наиболее оптимален в условиях постоянно развивающегося и меняющегося рынка. 2020 год наглядно показал, насколько неисповедимы пути современного диджитала. Своевременно отследить все инновации и разобраться в них самостоятельно для заказчика подчас задача невыполнимая. Впрочем, ему это и не нужно. Специальный аккаунт-менеджер сопровождает проект на всех стадиях реализации. Это единое контактное лицо со стороны компании, которое представляет интерес клиента уже внутри компании iTech и помогает клиенту развиваться. Что включает в себя вашу работу? Наша работа включает в себя огромное количество задач, потому что, как я уже сказала, подразделений в компании много, и аккаунт-менеджер – это такой своеобразный клиентский спецназ. Нужно уметь ориентироваться и в интернет-рекламе, и в веб-разработке, и в мобильной разработке, и в автоматизации бизнеса. Помимо разработки сайтов и приложений, iTech оказывает услуги по контекстной рекламе, продвижению в поисковиках и социальных сетях, настройке веб-аналитике и внедрению споездной аналитики. Становится ясно, что такое агентство полного цикла. Компания берет на себя весь комплекс услуг по продвижению клиента в интернете. У проекта в принципе не может быть такого состояния, когда он сдан, потому что после того, как, например, сайт разрабатывается и сдается клиенту, начинаются работы по техподдержке этого сайта, по размещению его на сервере, чтобы обеспечить его работоспособность по продвижению сайта в интернете. И на разных этапах просто подключаются другие наши департаменты, и работа над проектом никогда не останавливается. То, насколько оправдана подобная модель работы с заказчиком, можно убедиться, взглянув на список клиентов АйТек. Свои диджитал-проекты компании доверяют крупнейшие российские и международные бренды. Газпромбанк, Ашан, Магнит, Северсталь, ВВФ, Митсубиши, Авито, Филлипс и многие другие. Контакты АйТек передаются из рук в руки. Статус доверия компании невероятно высок. Там на стороне заказчиков уже эксперты похлеще. Внутрикорпоративных, наверное, бывает, да, там, какой-то там IT-департамент, у которых самих, там, по тысяче человек нанимают тебя на работу, которую они сами, там, не готовы сделать. И, кстати, нужно иметь уровень компетенции, чтобы им рассказать, что мы можем сделать то, что они не умеют, или сделать так же, как они, но просто, там, быстрее. Объективная оценка работы компании – многочисленные награды во всероссийских и международных конкурсах в диджитал-сфере. Еще один из ориентиров на рынке – отраслевые рейтинги. Рейтинги веб-разработчиков, интеграторов, рекламных агентств. Канун 20-летия «Вайтек» решили подсчитать, сколько раз компания занимала строчки профессиональных топов. Получилось более 400. Мы входим, входили когда-то, там, лет 10 назад, там, в десятку, в двадцатку. Последние пять лет мы входим в десятку сильнейших компаний в России и СНГ. В рейтинге «Теглайн» среди веб-разработчиков мы пятые, в рейтинге полноцикловых агентств, то есть, которые оказывают комплекс услуг, мы третьи, там, в другом рейтинге, который касается веб-разработки уже в России и СНГ, мы восьмые, в рейтинге работы с крупнейшими корпорациями России и мира, мы тоже восьмые. И для нас всегда, ну, каждый год это новый вызов, есть куда стремиться. Так, стоп, ну какая-то слишком елейная история получается. За 20 лет наверняка были и провалы, и разочарования, и неудачи. Зарождающаяся отрасль, и растущий рынок всегда полны неприятных сюрпризов для пионеров бизнеса. «Там были моменты, когда мы там полностью закрывали какие-то направления в компании, какие-то компании целиком. Где-то было там столько потрачено сил, и ни к чему это не привело. Конечно, то есть это нормально, но если чуть-чуть подальше посмотреть, то все это в итоге приводило к рождению чего-то нового». Сегодня же главная проблема компании – это острый дефицит специалистов. Пандемия 2020 года не просто подтолкнула IT-отрасль, она дала мощный импульс развития диджитал-сфере. Увеличилось не только количество решаемых задач, но и заметно изменилось их качество. И если многие бизнесы на волне коронавируса просто схлопывались, то для IT-компании пришло время расширяться. «Рынок у нас предложениями перенасыщен, специалистов крайне мало для того, чтобы удовлетворить все наши потребности. При этом мы активно развиваемся». «Не хотите, заставлять вас никто не будет. А вот если не умеете, айтек вас научит. Компания готова сама обучать специалистов, повышать их квалификацию, давать необходимые для эффективной работы знания, навыки и компетенции. Для этого создан один из образовательных проектов компании – «Корпоративный университет». «Появился он сравнительно недавно, появился он чуть больше, чем полгода назад. Это корпоративный университет, он занимается тем, что обучает внутренних сотрудников. И, если можно так сказать, мы занимаемся также спикерством сотрудников на внешних площадках, которые занимаются онлайн-образованием. И такие всем известные площадки, как «Нитология», «Скиллбокс», «Гекбрейнс» и прочее». Накопленные опыты знания, интересные кейсы из собственной практики, понимание основных тенденций развития диджитал-сферы делают сотрудников АйТека востребованными экспертами на российском рынке образовательных услуг. Что же до корпоративного обучения? В мае АйТек запускает новый образовательный проект – «Школа проектирования интерфейсов», присоединиться к которому смогут все желающие. По итогам выполнения тестовых заданий, 10 соискателей получат возможность пройти обучение у сильнейших специалистов отрасли, попрактиковаться на IT-проектов на базе компании АйТек и защитить собственную выпускную работу перед экспертами рынка. Лучшие выпускники курса смогут претендовать на место в самой компании. Остальные получат рекомендации от АйТек, которые, кстати, на отечественном кадровом рынке ценятся очень высоко. Отметка второй книжки АйТек – это практически без собеседования, знаете, контрамарка в любую компанию, ну и федерального масштаба в том числе. Вот, и нам очень приятно. Впрочем, сами руководители АйТек признают, для того, чтобы влиться в их дружный коллектив, одних знаний и навыков нет достаточно. В компании очень сильно развито понятие корпоративной культуры. К слову, АйТек одной из первых ввела это понятие в Ульяновске. Атмосфера внутри компании наравне с заботой о клиенте признается ориентиром номер один. Мы сразу можем практически сказать с 90% уверенностью, айтековский человек или не айтековский. Мы наших видим издалека. Вот, то есть те, кто действительно приживется в компании, не нужно думать, что может прижиться каждый. Это не так, потому что любая корпокультура, все люди разные, и корпокультура, она нацелена на какие-то определенные качества. Это в первую очередь как раз-таки вот та дружелюбность, человечность, общение. Мы всячески этому всегда способствуем. И поэтому именно такие люди у нас в компании всегда и приживаются. Создать сотрудника условия, в которых ему будет комфортно работать, по мнению руководства компании, недостаточно. Важно создать также условия для отдыха, общения и развития. Разговорами о корпоративном духе дело не ограничивается. В офисе компании у работников есть кухня, лаунж-зона. Еженедельно для сотрудников проводятся обучающие мероприятия. Регулярно проходят общие собрания и корпоративы, задачи которых – сплочение команды и снятие коммуникативных барьеров. У нас есть сейчас определенные опасения, что в связи с тем, что у нас появилось достаточно много удаленных сотрудников, что вот этот корпоративный дух, он может где-то немножко размазаться. Но мы как раз сейчас руководительно в том числе прорабатываем определенные шаги, концепцию вот этого всего, чтобы наша корпоративная культура, она была не локальной, она трансформировалась даже на наших удаленных сотрудников. Пандемия поставила новые задачи не только в управлении персоналом, но и, конечно, в стратегии развития самой компании. Какие планы у АйТека в ближайшем будущем? На что будут направлены основные усилия компании? Мы сейчас осознали себя как агентство, которое занимается цифровизацией маркетинга и продаж. И, собственно, все наши подразделения сейчас развиваются в этом направлении, чтобы вот единым комплексом помогать нашим клиентам достигать целей цифровизации в этих областях. 2020 год не просто открыл для компании новые двери. Что гораздо важнее, он подарил новые чувства понимания себя. В свое новое десятилетие АйТек входит именно с ним. В период пандемии пришло вот это осознание, что мы можем. Мы не боимся, мы можем, мы идем вперед и к этому расширению границ во всех возможных смыслах. Это только кажется, что 20 лет – это солидный возраст для компании. На самом деле хочется верить, что АйТек в начале долгого пути. Главное, что глаза у команды горят и каждый день открывает все новые горизонты. Очень схож с возрастом человека 20 лет. То есть когда позади всего какие-то юношеские проблемы, ты полон сил, и у тебя уже есть какие-то знания, репутация, ну, если ты правильно себя ведешь, и еще все впереди. Вот такие ощущения на сегодняшний день – это такой хороший, правильный бренд, и отличная, слаженная команда людей, профессионалов, которые за спиной имеют очень большой опыт, и все в таком, знаете, спортивном настроении бежать и двигаться дальше. Не сомневаемся, у команды АйТек все получится. А мы со своей стороны в их юбилей хотим пожелать, чтобы все их планы осуществились, чтобы команда АйТек и всего холдинга не растеряла свой драйв на пути к высоким целям, и чтобы бренд АйТек Групп еще долго оставался знаком качества на международном диджитал рынке.